С каждым днём Севастополь всё больше становится похож на мусорную яму. В грязи утопают не только отдалённые микрорайоны, но и центральные улицы города-героя. Так выглядит смотровая площадка на улице Лермонтово. Отсюда вид открывается на Южную бухту. К слову, местечко это сразу за Севастопольским культурно-информационным центром, в 500 метрах от здания правительства. Здесь мусор активисты проекта «Севсвалки.нет» убирали в июле. Хватило ровно на две недели. А это артиллерийская бухта, стоянка для туристических автобусов. Этой горой мусора Белокаменный встречает туристов. Регулярная свалка украшает самый центр города – Синявинский сквер. А так выглядит обелиск «Штык и парус». Он был открыт на мысе Хрустальной 3 ноября 1977 года в честь вручения городу-герою ордена Ленина и медали «Золотая звезда». Мы находимся сейчас возле «Штыка и паруса». Можно сказать, это визитная карточка города Севастополь. Его видно с любой из точек, с набережной, откуда угодно. Но какая картина здесь предстает перед нами? Куча мусора, куча пластиковой тары. Все завалено за забором. Тоже склон, который идет в сторону пляжа Хрустального. Все завалено мусором. Много разбитого стекла. Наш телеканал неоднократно поднимал тему свалки у подножия обелиска. Но там по-прежнему нет ни одной урны. Я думаю, учитывая, что в правительстве 2200 человек, наверняка есть целый отдел, который отвечает за памятники. И исторические зоны. И видите, они, видимо, решили... Раньше территория до недавнего времени была, буквально несколько дней назад была открыта. А сейчас, видно, решили радикально... Раз мусорят постоянно, значит, вместо того, чтобы поставить урны, давайте все закроем. Оградительный мол Севастопольской бухты. Здесь борцы со свалками наводили порядок трижды. И даже урны городу подарили в надежде, что мусор начнут вывозить. Но сегодня по пустынному берегу, среди стекла и грязи ветер катает пакеты. 7 сентября на аппаратном совещании говорили о том, что проблема замусоренности города стала критической. Однако доверять информации общественников по количеству свалок в городе и их местоположению чиновники не спешат. Они считают этот вопрос политизированным. Значит, этих полных свалок нет. Мы сделали мониторинг свалок этих нет. Есть людей, которые мы тоже увидели в первый раз, честно говоря. Но сам факт, что на самом деле это политика. Это люди начинают говорить о том, где людям говорят о том, что реально ничего не делается. Если бы ничего не делалось в городе, я полагаю, что весь город состоялся одной большой свалкой. Вчера всю нашу деятельность и наш сайт, и наши субботники, и наш коллог назвали провокационными и пришли к выводу, что единственная наша цель, все наши действия не портят имидж города. На самом деле, это крайне напоминает ситуацию. Подобные слова звучали три года назад при другой власти. Если у людей мнение, что таким образом мы портим имидж Севастополя, тогда, я думаю, людям стоит задуматься, а то или работой они занимаются в принципе. Имидж города портит бездействие и тот хаос, в котором он сейчас погружен. Посещение пяти свалок у нашей съемочной группы заняло два часа. В каталог вошли только 50 из тысячи ныне существующих мусорок. Белая книга севастопольских свалок. Некий дайджест мусорного беспредела. Будет направлена в федеральные и региональные органы власти с целью обратить внимание управленцев на ситуацию с чистотой и санитарным порядком в Севастополе. Ксения Багинская, Дмитрий Лилека, Севинформбюро.